Беспрерывные вот эти бои шли. То наступали мы, не можем взять вот этот пункт, то они наступают. Командир минометного расчета Олег Павлович Брюков в страшные годы войны помнит до сих пор. Встав лицом к лицу с врагом, тогда еще 20-летний парнишка уже знал, отступать нельзя. Иногда ему хотелось проснуться и забыть все, как кошмарный сон. Но суровая реальность постоянно давала о себе знать. Сотни тысяч погибших и раненых, тысячи пропавших без вести, среди которых и близкие друзья. Рассказывать обо всем, пусть даже спустя 70 лет, нелегко. Ветеран бодрится, шутит, но слезы предательски блестят на глазах. Все уже рвались. Когда поедем, когда будем принимать. Патриотизм был большой в то время. И все думали, ну когда же, в конце концов, нас направить. И направили все с желанием таким уничтожить фашистских захватчиков. Будем сражаться до последней капли крови. Вспоминая фронтовые годы, Олег Павлович угощает нас чаем. Ветерану есть чем гордиться. Ясное небо над головой и свободную родину подарили именно такие герои, как он. К середине сентября, месяца 1942 года, немецко-фашистские войска были остановлены Красной армией под Сталинградом. На этих серых страницах газеты за 1942-1943 годы расписаны все этапы кровопролитного сражения. А в этой заметке имена героев, которые отличились в бою. И список тех, кто уже никогда не вернется домой, опубликован на этих страницах. Эти газеты мы храним как зеницу ока, ведь в них вся история военных лет. В основном это периодикой интересуются ветераны. Спустя 70 лет после победы в Сталинградской битве, все так же бесценны подвиги, которые совершали южноказахстанские ветераны. Здесь, на мемориале славы, увековечены имена тех, кто сражался за родину. 33 201 человек не жалели своих жизней ради наших. Кто-то из них пал в боях под Сталинградом, кто-то дошел до Берлина. Но память о каждом из них должны беречь и будущие поколения. Жанна Аткаримова, Бахадыр Тажибаев, Антон Семенов, информационная служба телекомпании «ОтРАР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова